с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 27 ноября день морской пехоты в 1705 году петр первый издает указ о формировании первого полка морских солдат до этого им была создана специальная команда из экипажа военного корабля орел которая получила боевое крещение в схватке со шведами 27 ноября 1705 года также сегодня день оценщика в россии специалиста который имеет право проводить изучение и подписывать отчет об оценке недвижимости транспортных средств оборудования предприятий прав требования работ и прочее у родившихся в 1701 году рождается андерс цельсий шведский астроном геолог и метеоролог создатель новой для своего времени шкалы для измерения температуры впоследствии получивший его имя в 1921 году родился александр дубчик председатель федеральной ассамблеи чехословакии участник словацкого движения сопротивления в годы второй мировой войны и с 1967 по 69 первый секретарь коммунистической партии именно он фактически стоял у начала кампании либерализации которая получила название пражская весна против этого выступил ссср и все это привело к советскому вторжению в чехословакии в 1968 году в 1939 году рождается галина польских советской российской актриса театра и кино народная артистка рсфср некоторые фильмы я шагаю по москве змеилов человек с бульвара капуцинов любить по-русски в 1942 году рождается джимми хендрикс гениальный рок-гитарист автор и певец в 2009 году журнал time называет его величайшим гитаристом всех времен широко признан как один из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки а в 1953 году родился борис гребенщиков советский российский поэт музыкант композитор певец гитарист рок-группа аквариум один из пионеров русской рок-музыки в 1963 году родился владимир мошков советский российский актер и режиссер театра и кино народный артист российской федерации но теперь о событиях этого дня в 1702 году генерал-адмирал головин сподвижник петра первого первым из русских удостаивается графского титула возвел его в это достоинство император священной римской империи леопольд первый по примеру государе западной европы с 1706 года графский титул стал давать и петр первый из его рук первым титула графа был достоин полководец борис петрович шереметьев в 1730 году во время пребывания царского двора в москве сенатом издается указ о сделане для освещения в зимнее время в москве стеклянных фонарей который положил начало постоянному уличному освещению канцелярии было предписано по большим улицам в кремле китай городе в белом земляном и в немецкой слободе поставить на столбах стеклянные фонари в расстоянии 10 сажений один от другого по установленным образцам в 1826 году джон окер английский фармацевт из городка стоктон он тис изобрел первые серные спички для их изготовления он использовал трехдюймовую древесную щепу покрытую бертолетовой солью сульфидом сурьмы и гуми арабиком спичечная головка зажигалась при трении о тонкий слой наждачной бумаги а в 1855 году шведский химик йохан лунстрим нанес красный фосфор на поверхность наждачной бумаги и заменил им же белый фосфор в составе головки спички такие спички уже не приносили вреда здоровью легко зажигались а заранее приготовленную поверхность и практически не самовоспламенялись они в общем то такими и дошли до нашего времени в 1895 году альфред нобель пишет в париже завещание которое поместит в банк в стокгольме когда спустя год он скончается окажется что изобретатель динамита на заработанные на нем средства учредил премии за достижения в области физики химии медицины и физиологии литературы и за миротворческую деятельность направленные на благо человечества 1922 год впервые в денежном обращении появляются новые банкноты советские червонцы этот банковский билет обеспечивался золотом и активами государственного банка россии в обращение попали банкноты номиналом в 1 3 5 10 и 25 червонцев на знаках зафиксировано что один червонец содержит один золотник 78 и 24 сотых доли это 8 и 6 десятых грамма чистого золота и что начало размена устанавливается особым правительственным актом одновременно с выпуском бумажных червонцев было принято решение о выпуске золотых червонцев в виде монет 2005 год первая в истории медицины операция по трансплантации лица сделана командой хирургов центральной клиники амьенского университета во франции во главе с профессором девашелем и профессором дюбинаром пациентка 38-летняя француженка полугодом ранее искусанная собственной собакой лабрадором по кличке таня животное пыталась разбудить хозяйку принявшую суицидальную дозу снотворного изобель лишилась сноса губ подбородка и практически утратила возможности есть и разговаривать хирурги пересадили пациентки лицевые ткани и мышцы а также артерии и вены взяты у донора погибшей женщины удивительно но уже через неделю она могла почти без проблем есть пить и даже разговаривать 2009 год крушение поезда невский экспресс в 21 час 30 минут по московскому времени на 285 километре линии санкт-петербург москва с рельсов сошли три последних вагона скорость состава в момент аварии составляла почти 200 километров в час мощность взрывного устройства составила 7 килограммов в тротиловом эквиваленте невском экспрессе были 682 человека в результате теракта 28 человек погибло более 90 раненых ну и последнее 1940 год в этот мир приходит брюс ли гонконгский американский киноактер режиссер сценарист продюсер постановщик боевых сцен и философ он является автором собственных методик тренировок и упражнений ставших очень известными друзья радовались за него и не понимали что происходит с их брюсом он становится все мрачней пристрастился к спиртному и часто повторял что не проживет дольше 33 лет а 33 ему должно было исполниться ноябре 73 до ноября он не дожил четырех месяцев в июне 73 года талисман ли зеркальный человечек стоявший на крыше его гонконгского дома и отгонявший от него злых духов упал на землю а 20 июля брюс работавший над ролью с актрисой бэйти тинг пэй за ним мог в номере гонконгского отеля где она жила он принял аспирин уснул и не проснулся с вами был николай пивненко в проекте дата а 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 Продолжение следует...